Миш, она испугалась тебя. Миша! Она тебя боится. С палкой такой огромной. Спокойно, 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 спокойно. Все, пойдем. Она тебя боится, она пугается тебя. Тихо, 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 тихо. Миш, 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 не бойся. Иди сюда. Хай, ты на канале Magic Family, я Аня и со мной мои собачки. И сегодня, ребята, мы отправляемся на супер-мега-большую прогулку с моей собакой Мишей, которую мы спасли от усыпления. И кажется, у нее было не очень хорошее прошлое, потому что Миша ничего не знает в этом мире и всего боится. Поэтому с собой я сегодня возьму мою собаку Софи, самую активную. Но все не просто так. Пока мы отправимся на прогулку, я оставлю здесь скрытую камеру и мы посмотрим, что же творили здесь мои другие собаки, наша бешеная щеночек Юмичу и Эйвон, пока нас тут не было. Так что, если ты впервые тут у нас, подписывайся скорее на наш канал и мы отправляемся на прогулку. И вот мы сталкиваемся с первой проблемой. Софиша у нас уже спустилась, а Миша до сих пор боится. Давай, давай. Ай, молодец. Ай, молодец. Давай. Ай, молодец. Давай. Ай, молодец, Мишка. Софи знает, что когда я открываю дверь, и пока я не скажу выходить, и выходить нельзя. Миша вроде как ждет вместе с Софи. Пойдемте. И мы сейчас отправимся первый раз вместе вдвоем Софи с Мишей на поводках. Я научила уже Мишу ходить на поводке, а раньше она этого не умела. Софи и Эйвон знают команду «Дорога». Это значит, что нужно останавливаться перед дорогой, на которой ездят машины. Но Миша эту команду знает достаточно плохо. Дорога, Софи. В принципе, под это слово, под слово «Дорога» Софи останавливается, и Миша останавливается вместе с ней. Есть такой лайфхак. Если вы хотите научить собаку какой-то команде, но не специально, а именно команде для жизни, как в данном случае команда «Дорога», то можно в тот момент, когда вы делаете что-то, и собака вместе с вами это выполняет, просто повторять эту команду, чтобы она запомнила само слово «Дорога». Ждем. Молодец. Ой, мои солдатики. Не забывайте, ребят, что лето – это очень опасное время года на клещей, так же, как и осень и весна. И нужно обязательно проверять своих собак, даже если они у вас обработаны от клещей, после прогулки на наличие клещей. Это очень опасная вещь. Собака может заболеть пироплазмозом и умереть, поэтому будьте осторожны. То есть проверять нужно все тело, обязательно всю шерсть, везде-везде, за ушами, на шее, на животе. Также обязательно посмотрите в ушки собаки, и самый главный момент – это между пальчиками. То есть вот здесь вот вы никогда, скорее всего, не проверяли, не догадывались, между пальцами собаки и на подушечках вот внутри именно клещи могут забираться и туда тоже. Я много раз уже говорила вам, ребята, гулять с собакой в абсолютно неизвестных новых для нее местах – это очень полезно для развития собаки. Печенки сейчас у нас попили воды, но все равно языки у них торчат, они дышат достаточно сильно, потому что сейчас жарко, Софи, что ты там нюхаешь? Таким образом они регулируют температуру своего тела. Это абсолютно нормально, что летом собака так может дышать. Но желательно почаще поить собаку и давать ей отдыхать. Слишком много на солнце тоже не находиться. У нас сейчас следующее препятствие, которое, я думаю, Софи преодолеет очень легко, а вот Миша неизвестно. Софиш, прыгай! Ай, молодец! Миш, пробуем еще раз. Прыгай! Ай, молодец! Ну нет! Раз, два, три! Давай, Миша! Ай, молодец! Миш, давай! Давай! Ай, молодец! Молодец! Кот забрался на дерево! Прямо Миша его увидела! Миша боится, кота подошла ко мне. Достаточно ветреная погода у нас. Это хорошо, потому что ветерок прохладный. И по поводу дрессировки и тренировки собак в неизвестных местах и вообще, в принципе, Софи, она очень любит лакомства. То есть, она собака, как это называет, пищевик. А вот Миша, как и Эйван, вообще не пищевик. Ее хвалить лакомством, это ей неинтересно. Поэтому нужно с такими собаками искать контакт. Другой способ похвалы. На нее очень положительно влияет ласка, ласковый голос, гладить ее. Только за это она будет что-то выполнять. В этот раз на детскую площадку пришли дети. Вот как Миша и Софи на них реагируют. Может, попозже вернемся и никого уже не будет. Залазь! Иди сюда! Нет, Софиша! Иди сюда! Стоп! Пошли! Пойдем! 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 Ай, молодец! Ай, молодец! Обратно, Софи! Молодец! Миша, давай! Давай, Миша! Залазь сюда! Софи, иди покажи Миша! Иди покажи Мише, как залазить! Вот, смотри, Мишань! Давай, иди к нам! Мы посадили Мишу на скамейку, на вот этот вот бортик. И сейчас я ее позову. Хотя бы два шага. Мишаня, иди ко мне! Начнем с малого и будем хвалить Мишу за то, что она просто сидит на этой штуке. Молодец, Миша! Ай, Миша! Миша, молодец! Миша спрыгнула, но не будем навязывать, перебарщивать. Ничего страшного. Другой раз мы пройдем еще больше. Если у вас, к примеру, боязливая собака, а другой собаки активной и небоязливой нет, ничего страшного. Вы точно так же свою боязливую собаку можете учить, показывая ей на себе, что это не страшно. Она будет видеть, что хозяин не боится, что он сам ее зовет, что он главный, что он смелый. И если она вам доверяет, то она будет повторять за вами. Мы проведем небольшой эксперимент. Я Софишу возьму на руки, чтобы она не показывала Мише, что нужно делать. Сейчас заберемся на этот люк и будем тут стоять и звать Мишу. Давай! Ай, молодец! Теперь задание посложнее. Мы с Софей зайдем в траву и через всю траву проберемся к следующему люку. Он очень высокий. Ой, блин, Миша, по-моему, заблудилась в траве в итоге и не может выйти. Вон она, я вижу ее. Миша, мы тут! Иди сюда к нам! Возможно, это слишком длинное расстояние для нее. Ждать. Сейчас я буду демонстрировать Мишу без Софи, как это не страшно идти. Миша, привет! Я сняла поводок с нее. Возможно, он ей немного мешал. Пошли, Миша! Миша соображает Софи, продолжает терпеливо, ждать. Пойдем за Аней. Ай, молодец! Вот и все! Вот мы пришли! Пришли! Молодец! Залазь к нам, Миша! Давай! Ай, молодец! В такую высоту запрыгнула Мишаня! Сейчас я дам Софи лакомство и предложу лакомство Миши за выполнение. Но Миша его есть не будет, потому что для Миши важна похвала. Миша в шоке. Надо слазить! Миша слезла там же, где залезла. Идем обратно через высокую траву. Ай, молодцы! К тому времени, как мы вернулись, здесь уже никого нет. Большая труба туннеля. Мы сейчас попросим Софи зайти внутрь. Софи! Садила Мишу в туннель, чтобы она почувствовала, что это абсолютно безопасно. Тут не страшно! Давайте, выходите! Туннель у Миши пока не готова, но ничего страшного. Мы попробуем в следующий раз. А сейчас мы соберемся на вот эту вот большую площадку. Миша вообще не понимает лестницы, очень их боится. Ходит там под нами, я слышу и вижу, но никак не решается залезть на лестницу. Давай! Ай, молодец! Давай, давай! Ай, молодец! Давай еще немножко! Сдалась все-таки! Хотела вам показать, как я занимаюсь с Софи на этой площадке, в том числе, как она сбегает с горки, но опять пришли дети. Что это там такое? Гриб! Ни в коем случае нельзя давать собакам есть какие-либо грибы. Миш, она испугалась тебя. Испугалась тебя. Миша, 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 иди сюда! Миша! Она тебя боится. Видимо, потому что ты с палкой. Ты только что с палкой такой огромной был. Все, 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 Софиш, успокойся. Софиш, все! 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 Испугалась тебя. Пойдем! Ой, ой, ой! Она тебя боится! Она пугается тебя! Тихо, 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 тихо! Миш, 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 не бойся! Иди сюда! Давай, иди сюда, Миша! Иди сюда! Пойдем! Да, ты с палкой бежала, с самого начала ее напугал. Теперь она боится очень. Тихо, тихо, Миш, тихо! Спокойно, спокойно, спокойно! Все, пойдем, 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 пойдем! Миша, наверное, никогда в жизни не видела детей. Я за нее так перепугалась. Этот мальчик с палкой, даже Софи, которая это не свойственно, сильно занервничала, начала лаять. Ну, всякое может быть. Дети бывают и агрессивные очень, и вообще очень резкие. А там еще эта дорога, машина. Я так испугалась за Мишу, что она начала убегать, и потом вырываться из поводка. И она очень нервничала. Капец. После прогулки Миша у нас поднимается сама по лестнице. В этот раз съемка скрытой камеры не очень удалась. Я оставила дверь в комнату открытой, и Юми с Эвеном просто ушли. Но ставь лайк, если тебе понравилась эта идея, и тогда я каждый раз буду оставлять скрытую камеру, когда кто-то дома, а я с кем-то на прогулке или не дома. Ну и дверь закрывать, конечно. И обязательно загляни в описание. Я на канале Анимэджик продолжаю свои жуткие приключения.